Культурная жизнь для людей старшего поколения бьёт ключом. От клубов по интересам до концертной деятельности. Выбор даже в пределах Слободского города и района немалый. Как говорится, было бы желание. Именно о работе учреждений культуры пошла речь на очередном заседании Совета ветеранов. Перед собравшимися отчитались представители сразу нескольких организаций. «Конечно, кто желает, тот может найти себе дело по душе. В библиотеке работают много кружков. Интересные выставки проводит музейно-выставочный центр во всех своих музеях. И в музее Бакулева, и в музее Яна Райниса, и в Краеведческом. Выступает хорошо у нас. Большие концерты есть и в детской школе искусств. Поэтому и в Доме культуры Горького. Кто желает, тот находит себе отдушину и свой досуг проводит достойно». Фестиваль «Землёю Вятской связанный навек» показал разные грани ветеранской самодеятельности. Областной проект «О спорт, ты радость» наглядно демонстрирует – старшее поколение может дать фору молодёжи. Кстати, в этом году обновились нормативы комплекса ГТО. «Стало намного всё проще. И дело в том, что сейчас на знак ГТО вам, вашему возрасту, можно сдать всё за два дня». Не скучно и в библиотеках. В Гриновской досуг для ветеранов разнообразен более чем. От конкурса чтецов для людей старшего поколения до школы здоровья. «Среди клубов по интересам, созданных на базе нашего учреждения, наиболее востребованными читателями были и остаются клубы литературно-музыкальной, эстетической и творческой направленности. Это клубы «Библиофил», «Фортуна» и «Рукодельница». Концерты, посвященные Дню Победы, стали у нас в библиотеке традиционными. Организаторы праздника, участники литературного клуба «Фортуна», проводят встречи со зрителями в формате выступления концертной агитбригады на фронте. Эти вечера проходят в тёплой душевной атмосфере. Полным ходом идёт подготовка к Дню Победы. И здесь люди золотого возраста инициативны и заинтересованы. Пишем сейчас проект. Хотим создать памятник детям войны и труженикам тыла. Уже проект подготовлен, этого памятника. Сегодня я его покажу нашим ветеранам. Будем собирать подписи в поддержку того, чтобы этот памятник был. Инициаторы проекта надеются на поддержку слабожан.